Говорит Москва! Говорит Москва! Под знаменованием победоносного завершения Великой Альбии! Здравствуйте! Это программа Галерея Победы и с вами я, Лилия Ойя. Сегодня я расскажу вам о диптихе Альбина Акритос, если завтра война. Альбина Георгиевна Акритос родилась 12 июля 1934 года в Москве. Все детство провела в Тбилиси. Свою необычную фамилию получила от отца Грека. Ее мать была донской казачкой. С самых юных лет Альбина Георгиевна знала, что посвятит свою жизнь искусству, причем именно живописи. В Московский художественный институт имени Сурикова она не поступила и решила попытать счастье в Ленинграде, в Институте живописи и скульптуры архитектуры имени Репина. С первого раза снова не смогла пройти на курс, но осталась при институте вольнослушателем и на следующий год поступила в студию к известному художнику Виктору Орешникову. Сама Альбина Георгиевна так говорит о своем восприятии понятия живописи. Мне часто приходит в голову, что слово «живопись» первоначально имело несколько другой смысл, чем сейчас. Оно не обозначало технику, не говорило о том, что произведение сделано масляными или темперными красками при помощи кисти, по холсту или картону. Нет, слово означало «живое писание», именно «живое». Для меня этот глубокий смысл сохраняется и поныне. Подобный подход ярко отражен в работах Акритес, поражающих воображение сочетанием бурных мазков и необычных, неожиданных фактур. Ее полотна навевают мысли об античных фресках, заставляют переноситься в мир чего-то эфемерного, но вместе с тем необычайно живого и ощутимого. Произведение художницы поистине дышит неким магическим реализмом, чудесным замыслом. Теме Великой Отечественной войны в творчестве художницы посвящен ряд живописных эскизов, рисунков и полотен. Одним из подобных произведений стал диптих «Если завтра война». Он демонстрирует нам как бы два среза реальности. На первом три юные девушки сидят на берегу озера, устроив пикник. Две из них беззаботно разговаривают друг с другом, читают, что вполне возможно указывает на их подготовку к занятиям в университете. Третья девушка спит, уютно устроившись на покрывале рядом со своими подругами. На ее лице блуждает легкая спокойная улыбка. Неподалеку виднеется полотенце и туфли, которые одна из девушек сбросила, чтобы походить по воде. Повсюду цветут цветы, на яблоне уже появились первые плоды. Погода стоит ясная и безмятежная. Голубое небо отражается в идеальной глади озера. Мир этих девушек на первой картине диптиха – это мир юности, беззаботности, счастья. Это подчеркивается яркостью выбранных оттенков и задором легкого крупного мазка, оставленного широкой плоской кистью и мастихином. Выбор подобной фактуры обуславливается желанием показать дымку полного умиротворения, позволить зрителю ощутить флер спокойствия и гармонии, в которой пребывают героини. Однако, как только наш взгляд падает на вторую картину диптиха, мы ощущаем себя так, будто нас окатили холодной водой. Перед нами жуткий ожог, оставленный на теле когда-то цветущей природы. Небо почернело, лес и зелень полностью утратили свои яркие краски. Озеро равнодушно отражает тяжелый небесный свинец и островы деревьев на своих берегах, обезображенные, поруганные пожарами и снарядами. А той яблони, под зеленными ветвями которой еще совсем недавно сидели девушки, остался лишь изогнутый, изуродованный, полусожженный ствол, рядом с которым на земле покоятся покорежные фрагменты бронетехники. Нет больше того мира, в котором возможны счастье и покой. Теперь есть только такой, страдающий и практически мертвый. Та жестокость, с которой Акритис демонстрирует столь грозный контраст, заставляет нас подумать о том, что человек не готов думать наперед о последствиях своих поступков и решений. Война развязана, она беспощадна и уничтожает все на своем пути. Демонстрирует ли диптих лишь то, каким это живописное место было до войны и что с ним стало после? Скорее всего, в первую очередь он служит предупреждением и напоминанием о том, что война всегда война, несмотря на то, по каким причинам она была начата. На войне всегда будут гибнуть люди, на войне всегда будут те, кто остался без родных и близких, на войне всегда целые города будут сравниваться с землей. Название диптиха «Если завтра война» безусловно отсылает нас к одноименной песне Василия Лебедева-Кумача. «На земле, в небесах и на море наш напев и могучий суров, «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». Но все же обе картины говорят нам не только о долге людей бороться за свою родину перед лицом страшных угроз. Они апеллируют к разуму и ко всему человеческому, что есть и должно быть в людях. Эти полотна – своеобразное предупреждение о том, что случится с Родиной, если завтра действительно начнется война, и какую цену придется заплатить целым нациям, когда прогремит самый страшный первый залп. На этом все. Больше программ смотрите на сайте Музея Победы. С вами была Лилиоя. Увидимся!